Всем привет! А какая у меня камера? Куда мне говорить? Сюда я говорю. Всем привет! Мы здесь собрались, дружной компанией, для того, чтобы обсудить очень важную тему общения и взаимодействия между людьми. И было бы странно, если бы на этой встрече не оказались мои коллеги и друзья, которые в рамках Академии Смысла занимаются созданием настольных игр, которые позволяют нам развивать интеллектуальные навыки и общение с близкими. Поэтому я с удовольствием представляю вам Полину Илларионову, с которой мы вместе делали шаг за шагом курсы для родителей и детей. Вот. И Полина Большой в этом смысле, как бы сказать, энтузиаст этого дела. Вот. И первая наша игра, надо признать, тоже была детская, нейромонстры. Вот. И Павел Калашников, мой старый был товарищ, вот, психолог, военный психолог. В общем, можно, так сказать, организовать процесс. Вот. Ну что, у нас повестка общения. Повестка общения, да. И мы сегодня будем говорить о том, как стать открытыми и как легко общаться с другими людьми. Это наша самая любимая тема. И мне кажется, что все игры настольные, которые мы к этому моменту уже создали, они посвящены именно этому и исходили из того, что нам очень хотелось в каждый дом привнести что-то физическое, что поможет людям общаться между собой, потому что, к сожалению, сегодня это уже становится довольно большой проблемой. Да. Все утыкаются в свои экраны, а, как бы сказать, реально уже вообще лицом к лицу все меньше и меньше. Но мы надеемся, что мы его... Мы стараемся. Мы делаем все, что в наших силах. Ну, надо сказать, что эфир-то, тему мы придумали, и, в общем, мы частенько к ней обращаемся. Но то, как вы отреагировали на тему этого эфира и во всех сообществах писали вопросы, конечно же, говорит о том, что вас эта тема тоже очень интересует. И мы рады, что попали в эту тему. Отдельное спасибо каждому человеку, который написал свой вопрос, потому что во многом из ваших запросов и вопросов мы, собственно, сегодняшний эфир и сформировали, по крайней мере... Да, и спланировали. И надеюсь, что он будет полезен каждому, кто задавал вопрос. Победителя, как и обещали, мы объявим в конце. Мы уже определились с победителем. Но не скажем вам пока, потому что важно донести информацию, важно, чтобы вы были здесь. И я очень надеюсь, что те люди, которые... Это вытащите игру, вы не будете нас слушать, а мы так стараемся. Да, пока смотрите. Какая красота стоит, это те самые зеркальные нейроны. Которые получат победитель. Который задал вопрос под теми сегодняшнего эфира. Но мы скажем, какой вопрос, чуть позже, потому что будем идти по ходу. Возможно, не все вопросы прозвучат, но ответы на все вопросы, я думаю, что обязательно прозвучат. Ну что, давайте начинать. Давайте. Мы, собственно, хотим сначала разобраться, что такое, в принципе, быть открытым. Что такое открытость? Открытость. Значит, что я вам должен сказать. Мы живем с вами в мире очень, как это сказать, непростом. И если раньше открытость это была, ну такая черта, которая говорила о человеке исключительно хорошо, то сейчас иногда думаешь, что открытость это может быть что-то излишнее. Что-то человек не догоняет. Правда состоит в том, что уровень доверия в обществе между людьми падает. Мы видим эту статистику по практически большинству стран. Люди больше друг друга обманывают. Люди подставляют друг друга. Люди не держат слово свое там и так далее. И поэтому вот я бы не был малахольным и не говорил бы, что давайте сейчас все мы будем открыты тут и так далее. Значит, поэтому я считаю, что есть открытость двух типов. Значит, кто конспектирует? Конспектируйте. Значит, открытость первая. Это открытость, связанная с нашими близкими людьми, с нашими настоящими друзьями, с нашими членами нашей семьи, с нашими коллегами, с которыми мы вместе работаем. Очень важно создавать атмосферу, в рамках которой вам хочется с другим человеком что-то делать. В противном случае мы потеряем всякую мотивацию. И вот тепло в отношениях, которое возникает, оно возникает, потому что мы на одной волне. А как мы можем быть на одной волне, если мы чего-то друг от друга вечно, значит, где-то припрятываем, при еще что-то и так далее. Это не значит, что мы должны, что у нас, что называется, что у закрытого на уме, то у открытого на языке. Я бы не предложил в этом направлении действовать. Но это значит, что мы готовы другого человека принимать полностью. Мы готовы его поддерживать, что бы там с ним ни происходило. Мы добры к его желаниям, потребностям и так далее. И это, ну, просто очень важная составляющая в принятии другого человека. Вот это первый пункт. Принимаем, но, понятно, не всех подряд. Вот, к сожалению, всех подряд может быть чревато. Вот, значит, дальше, соответственно, как нам быть в отношениях с людьми, с которыми у нас еще не установились доверительные отношения, которых мы мало знаем. Ну, вот, дальше вот здесь вопрос будет открытости и закрытости с точки зрения, значит, вот, собственно, самой коммуникации. Потому что коммуникация с другим человеком, да, она, ну, она неизбежное какое-то содержание, да, имеет в виду. Вы в этом смысле, как человек, да, у вас есть ваш внутренний мир. Вы не должны его там, как бы, всем вываливать и так далее, и так далее. Ну, пока вы, как бы, не сблизились, так сказать, по-настоящему. Вот, значит, но при этом вы должны быть открыты. Вы должны быть открыты к тому, чтобы услышали чужую точку зрения. Потому что это просто любопытно. Потому что, чтобы не жить в аутичном мире, где мы сами с собой разговариваем. Вот, как я часто с камерой разговариваю, у меня возникает ощущение, что я уже все, привет. Вот, да. Значит, наша задача, она состоит в том, чтобы, ну, вот, интересоваться, чтобы обсуждать общие для нас важные темы. Предлагать свои варианты решения той или иной задачи. То есть, это открытость, не ваша, как бы, внутренняя, сокровенная, да, а это открытость, готовность к сотрудничеству. Готовность, как бы, к совместной какой-то деятельности, которая не предполагает, не обязательно в любую нашу деятельность вложить там, что называется, эту душу, как мы, ну, вот, как бы, вот это внутреннее. Вот, и вот эта открытость, она такая свойственная, значит, высоким культурам. Но, значит, культура как, в чем она состоит? Значит, это я сейчас уже говорю про психологическую культуру. Значит, ну, мы не должны на чужого человека, которого мы не знаем, который может там своих куча бед там и так далее, ну, что-то сразу вываливать. Это вот, мы раньше жили в общинном мире, вот, там совсем другие правила. Вот, сейчас мы живем в мире вот таком цивилизованном, и как-то вот эмоционально сильно что-то там на человека другого вываливать, это неправильно, потому что мы же не знаем его, чего у него там, как он на это среагирует там и прочее. Вот, поэтому любое такое цивилизованное общество, оно предполагает, вот что такое этикет там, правила приличия там и так далее. Там что, где-то закрытость есть? Нет. Значит, если вы мужчина, вы должны открыть дверь и пропустить даму вперед. Неважно, знаете вы или не знаете. То, что сейчас никто не посмотрит, прут как безумный. Вот, или там пожилому человеку место уступить. Вы его не знаете, но вы проявляете открытость. Вот это, собственно говоря, есть такой вот принцип культуры открытости, готовности оказать там помощь, поддержку в рамках, как бы сказать, разумного, вот, и деликатность, при этом готовность, ну, если есть ответный интерес, что-то обсуждать, каким-то вместе делать дела там и так далее, как в больших компаниях, если вы работаете, то там есть люди из разных отделов, из разных подразделений там и так далее. Вот, он приходит, и вы сидите с закрытым лицом, понимаете. Ну, это просто, ну, недостаточная культура. Поэтому вот есть такая душевная открытость, ее бережу, но использую. Вот, а вот есть, собственно говоря, открытость, ну, интеллигентного человека. Я уже боюсь, можно такое слово говорить? Можно, можно. Да, интеллигентного человека, который деликатен, да, но при этом который готов поддержать, который готов совместно взаимодействовать. И если у кого-то, там, сложно, он не просто так в ваш отдел пришел, понимаете, ну, там, что-то с ним происходит, ну, так вы узнаете. Раньше вот это, это, как это, все спрашивали, куда дойти, там, и такое было прекрасное время. Сейчас все, куда дойти, там, они все смотрят по своему телефону и уйдут в эту, в муть. Да и те, у кого спрашиваешь, тоже на тебя посмотрят косовато. А так было удобно раньше. Все, сразу там, спрашиваешь у человека, все тебе, все подскажут. Я спрашиваю, если честно. Ну, это, как его, белые кости, так сказать. В горле цивилизации. Да, ну, возвращаясь к нашему немножечко аутичному миру, у нас достаточное количество вопросов от конструкторов. И, в частности, вопросы, собственно, зачем быть открытым, например. То есть надо уточнить только, что конструкторы, вот, это не те, кто... Это не конструкторы. Да. Вот, действительно, есть люди, которые по природе свои менее общительные. И в меньшей степени испытывают потребность в других людях. И вот, собственно, типология, которой мы пользуемся, конструкторы, рефлекторы, центристы, она как раз выделяет людей с таким аналитическим складом, которые менее эмоциональны, в меньшей степени нуждаются в социальном взаимодействии. Вот мы их называем конструкторами. А то просто мы еще не скажем, что люди там конструкторы, они там решат, что это конструкторы самолетов, может, для чего. Я думаю, что ваша аудитория все-таки разбирается. Моя аудитория – самая лучшая аудитория в мире, но лучше пояснить. Так вот, интересуются они. Неужели приятное и продуктивное для всех сторон общение иначе невозможно? И где эта грань между открытостью и закрытостью? Ну, на этот вопрос, мне кажется, вы уже отчасти ответили, когда говорили о двух типах открытости. А вот что касается, возможно ли приятное общение, продуктивное? В случае закрытости? В случае закрытости или открытости? Ну, зачем она нужна, эта открытость? Ну, значит, вообще, этот вопрос мне задали просто, так сказать, в сердцевину философской мысли. Я не побоюсь этого слова. Значит, мы с вами пришли в этот мир. Что-то вот чудесное стечение обстоятельств. Кто-то может думать, что не очень, но так или иначе, значит, мы оказались в мире. Значит, и что мы в этом мире можем делать? Вот приматы, вот наши, эти обезьяны, они вроде, ну, тупые, что там с них брать? Ну, тут приматы, идиоты. Что они там ходят, бананы едят? Страх, ужас. Они 65% своего времени свободного тратят на взаимное вычесывание, значит, так называемый груминг, который создает социальный микроклимат внутри группы. Если у вас внутри группы возникает этот такой социальный, как бы сказать, фон эмоциональный, да, когда вы друг друга принимаете, поддерживаете и так далее, значит, вы чувствуете себя менее, в меньшей опасности. Понимаете? Просто вы знаете, что вот рядом есть плечо друга, плечо близкого человека. Там, я не знаю, ну, просто на физиологическом уровне, когда мы с другими людьми находимся вот в таком эмоциональном контакте, мы просто физически, психически будем чувствовать себя лучше. У нас вырабатываются, они просто так чешут. Это не потому, что они, у них чесотка. Они вообще не вычесывают никаких там, нету никаких этих животных. Они, как бы сказать, не могут сказать друг другу, как ты прекрасно выглядишь сегодня, мой дорогой товарищ примат, да? Ну, они могут его почесать, почесать. Приятно? Приятно. Понимаете? Ну, что называется? Доброе слово и что-то там сказать и неприятно. Вот. И это их способ коммуникации. У них, кстати, жесты вот тоже руками, отвечает та же часть мозга, которая отвечает за речь. Они, по сути дела, друг с другом разговаривают так. Ну, нету языка у них, но зато они могут друг друга, они там потискаются, повзаимодействуют, так далее. И это снимает уровень стресса. Ну, вот. Значит, а мы с вами закрылись. Значит, мы живем, значит, в этом маленьком пространстве. И для нашего мозга, для нашего мозга, это как бы сигнал. Нам говорят, слушай, а тебя выгнали? Ты изгой. С тобой никто не хочет разговаривать. Что такое в детстве самое страшное? Объявят. Байкот. Никто будет разговаривать с тобой. Знаете, и это не случайно. Потому что если ребенку объявят байкот, это худший из возможных буллингов таких. Ну, вот, издевательств. Почему? Потому что, когда мы вместе, когда мы прятаем, мы меньше тревожимся. У нас эволюционно мы чувствуем себя просто лучше. А сейчас все разбрелись по этим своим квартирам. Сидят в этих своих телефонах. И у вас другие области мозга активизированы, когда вы в телефоне с кем-то разговариваете. У вас активизируется не орбита, фронтальная кора, которая отвечает как раз за эту коммуникацию. У вас активизируются височные доли. Это вообще другое. Это лобная, это височная. Это разные части мозга, понимаете. Вот. Вам кажется, что вы общаетесь. Вы же с фантомами общаетесь. С фантомами. Фантомами собственного воображения в этих социальных сетях. А когда вы с человеком, фактически, то включаются те области мозга, которые, как бы сказать, вот они и позволяют нам чувствовать себя среди своих. Все, вот, был фильм тоже. Свой среди своих, чужой среди своих, свой среди чужих. Да. Ужасная, ну, жизнь. Он в тревоге. В тревоге, понимаете. Мы этого можем не осознавать. Особенно, если у вас такой аналитический склад ума, чувствительность, вот, к собственному, как бы сказать, вот, эмоциональному состоянию ниже. Просто корково-подкорковые отношения немножко носят другой, так сказать, характер. Вот. Но для зверек-то у нас там внутри, подкорковые структуры, они же универсальны, они продолжают жить. А им нужна толпа людей. Человеку нужно, это вот обезьяны, обезьяны, эти всякие разные, у них там 20 человек стоит, 25 человек членов. Человеку, ученые доказали, исследовали мозги, смотрели, все, всех обезьян. 38 видов обезьян проверили. Робин Донбар сказал, 150 человек у вас должно быть в вашем, как бы сказать, круге общения. 150 человек. Ну, как бы, все. А это была все жизнь. Жили в деревне. Жили в деревне. У меня бабушки, девушки, все в деревне. Ну вот. Жили там, они что? Жили вот с большой, большой семьей. Вот. И было общение постоянно. Другие уходили в гости, понимаете? У кого-то что-то случилось, все побежали помогать. Вот и ощущение безопасности. То, что ты не один. Понимаете? И это на подсознательном уровне. Люди потом говорят, а где мой, что-то мне смысла в жизни нет, там, и так далее. Это тревога. Экзистенциальная тревога. Она так и была описана. Собственно говоря, вся глубинная психология на этом стоит. И надо это понимать. Я то сказал вам? Да, все отлично. Вот. Спасибо большое. Что-то буду говорить, что надо. А если переходить к тому, что все-таки вот эта вот потребность, этот поиск общения, он где-то все-таки пока еще ощущается. И люди все-таки хотят общаться, хотят, но есть ряд проблем. Даже если чуть-чуть начинают, как будто бы знать, потому что люди, которые задавали вопросы, явно догадываются, что все-таки им это надо. Возникает вопрос. Во-первых, навык ли это, который можно развить, в принципе, открытость, можно научиться быть более открытым? Можно. Спасибо. Слышали? Надеемся, что мы сегодня еще расскажем, как это сделать, но чуть-чуть попозже. Да. Но прежде всего, вот я же вам не случайно провел эту разницу вот между открытостью с близкими, да, с ближним кругом. У нас в ближнем круге у человека 15 человек должно быть. 15 человек – это группа безусловной и психологической поддержки. Это вот у нас биологически должно быть. Раньше семьи так жили. Я вот пост опубликовал, у меня дедушка 16-й детеныш в семье, понимаете? Вот они жили, вот он близкий круг, вот он социальный. Вот. Да. Значит, соответственно, это одно. И здесь нужно учиться открытости, умея другого человека чувствовать. Чувствовать. понимаете? Вот его не просто о нем думать. Вот иногда бывает, люди просто думают о человеке. Думают о человеке и думают, что они там, значит, они думают, они не чувствуют. Чувствовать. Вот что важно. Это близость настоящая, открытость вот как бы внутри вашего близкого круга. Значит, все, что касается внешней открытости. Значит, это у нас есть я не случайно вспомнил этикет, правила приличия, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. У нас этого, конечно, ни хрена уже нет. Все уже, это просто какой-то базар-вокзал. Вот. вот. Ну, их же воспитывают. Воспитывают. Ну, это же, можно взять, так сказать, человека, который не Алене Гараж, а Пятница, понимаете, ну, Пятница, это ерунда, Пятницу нельзя испытать, я вам по секунду скажу. Взрослый уже. Он был не просто взрослый, он просто, у него речевые центры и прочее, у него все были дефицитные. А тут надо говорить, понимаете, потому что, если вы не умеете говорить, не умеете общаться, не умеете строить, так сказать, речь свою, не умеете быть увлекательным рассказчиком. Вот раньше было, господи, что я за этот пенсионер такой? Ну, это правда, люди друг другу рассказы рассказывали, то есть, и вот это вот, собирались и рассказ, в котором есть драматургия, в котором есть события, где ты вовлекаешься в это во все. Сейчас не нужно, сейчас заснял и выложил, все, все в курсе, а раньше рассказывали, они прочитали что-то там, книжку какую-то, они рассказывали, у них фильмы мы пересказывали, вот мы посмотрели такое кино, понятно, что другие, не посмотрят, потому что нету видеомагнитофона, так ему рассказывают в красках, я помню это все, бесконечное, вы прилетаете, не прилетаете, а приезжаете на дачу, и там все дети, значит, вот они, и кто-то, значит, в течение года посмотрел какие-то несколько фильмов, он их запомнил от а до я, потому что это, и он, значит, их, эти фильмы пересказывает, и все себя слушают, вот, понимаете, дети разговаривают друг с другом, понимаете, какое дело, я помню, я помню, мне, значит, приехали мы тоже с какого-то, там, ребята мои, товарищи из Москвы, ну, я культурный ребенок, воспитываюсь, пионер, там, то, все, у меня все, вот, а они вдруг поезжают и говорят, мы сейчас тебе дадим послушать, вообще, невозможно, что, у них там был какой-то митофон, и они включают, и там музыка такая, вообще просто, говорит, невозможная, да, вот, Европа, рок-группа, понимаете, вот, и вот это все, я говорю, я не знаю ничего, они говорят, ну, ты все, серость, и дальше начинают тебя просвещать, понимаете, вот оно, общение, вот, поэтому, конечно, можно тренировать, так, другое дело, что это надо понять, что это задача, вы не можете просто взять, так, с бухты-барахты, и, сказать, давайте мы сделаем что-нибудь, начнем общаться, нет, мы поэтому, у нас смысл тыгр, который мы делаем, например, он же какой, мы ставим человека в условие, когда хочешь, не хочешь, а надо что-то сказать, и вот, это как бы не он даже, потому что так иногда скажешь, что он думает, а не считает меня дураком, а тут наоборот, дурак, если не скажешь, вот, все, ну, да, и надо сказать, что тот самый, упомянутый уже не раз, Робин Донбар помогал нам делать игру зеркальные нейроны, и все вот эти круги, которые вы видите, это, в общем-то, аллюзия на круги Донбара, и ваша задача будет совместно добраться вот до этого круга, это как раз тот самый круг, про который сейчас рассказывал Андрей Владимирович. Да, я, честно говоря, хотела добавить еще, мы потихонечку приблизились к тому, что мы уже хотим стать открытыми, да, но пока еще вот у нас есть какие-то сомнения, и мы не всегда знаем, может быть, как выразить, да, и мысли нам не приходят сразу в голову, но вот Андрей Владимирович сказал, да, что даже когда мысли, кажется, не приходят в голову, если мы начнем действительно об этом думать, да, то они появляются так или иначе, и вот про фильм, я просто к чему, я как-то встретила знакомого человека, который шел из кинотеатра, я спросила, соответственно, как фильм, ну, и мне, значит, огонь, я говорю, ну, хорошо, огонь, здорово, понравилось, а что? Все, ну, то есть, ну, как бы огнем, и какими-то там видео и так далее, да, оно стало, к сожалению, все ограничиваться, и у меня есть ребенок, кто не знает, ему почти 8 лет, вот я на нем, честно говоря, заметила вот эту штуку, потому что я ему не позволяю говорить огонь, я ему задаю наводящие вопросы, и конкретизирую какие-то детали, чтобы он смог мне конкретику описать, потому что в противном случае для него весь фильм и все впечатления, они как бы схлопнутся в огонь, и больше не останется ничего, и дальше, когда он будет смотреть следующий фильм, он будет уже либо огонь, либо не огонь, да, то есть, и пропадает вот эта вот наблюдательность какая-то, и внимание к деталям, и мы, ну, как будто бы и жизнь объединяем, а не просто словарный запас у нас не тренируется, как-то там, и не так же получается. Как говорил Бутгенштейн, границы моего языка определяют границы моего мира, вот, поэтому если мы мыслим очень бедным языком, если мы его, ну, мы можем знать, словарный запас у человека может быть очень хороший, хотя сейчас я наблюдаю, конечно, просто фантастическое снижение речевую функцию, но даже если он есть, мы не пользуемся, мы же не схватим это, мы это не увидим. Для нас начинает существовать то, что мы обозначили, то, что получило для нас, как бы сказать, вот эту привязку к языковой конструкции, и поэтому вот очень важно, что Полина говорила, что огонь – это эмоциональное переживание, значит, эмоциональный интеллект, вот, его очень важно развивать у детей, вот, его у взрослых тоже может не быть, но дети – это одна из, вот, вообще законов развития эмоционального интеллекта, вот, эмоциональный интеллект – способность назвать свои чувства, способность описать, почему ты что-то чувствуешь, что ты переживаешь, вот что, у вас, собственно говоря, есть эмоциональный интеллект, и только в этом случае ты сможешь понять чувство другого, потому что, ну, если вы не, я вам скажу слово, карамба, понимаете, вот он чувствует карамбу, вы как поймете другого человека? А если я скажу обида? Ну, вы знаете уже, вы уже там внутри, эти поговорили, а если это не обида, а застенчивость? А если это не застенчивость, а нерешительность? Это же разные вещи, понимаете? Это, ну, у нас уже все слилось, конечно, в одном, вот, я могу еще с десяток слов тут же, сходу, сформулировать, которые будут описывать вот такое состояние, но такое, а то, то просто, я обиделась, так, может, не обиделась, может, она злится? Может, да, но тогда это другое слово, это другой смысл, другое содержание, это другая ситуация, вы видите ее иначе? Или, может быть, она просто фрустрирована, что-то ожидала, и этого не получилось, да, и у нее из-за этого разочарование возникло, но такое разочарование, это не обида, и не злость, это уж другое, понимаете? Вот, поэтому многообразие, языка, которым мы обозначаем, собственно, чувства, вот, это крайне важная вещь, для того, чтобы, во-первых, лучше понимать, что с нами происходит, что с другими людьми происходит, и что у нас с ними в отношениях происходит, вот, что такое называние просто, и расширение этого языкового запаса. Я просто хочу добавить одну вещь, это уже в категории как, но, тем не менее, просто будет в тему, вам упражнение, если вдруг вы соберете, там, рядом с собой 5-7 человек, возьмите простую фразу, состоящую из 5-6 слов, произнесите ее, и каждый следующий по кругу, пусть произносит смысл этой фразы точно так же, но не повторяет слова не те, которые были изначально во фразе, и не те, которые были сказаны предыдущим человеком. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, но потренируйтесь точно, это к слову, можно ли это натренировать? Это к вопросу про игры. Раньше вот дети, когда, ну, ждали что-то или еще что-то, ну, куда-то там ехали, там и поезд, я помню, мы ехали в поезде, что-то 3 дня куда-то, черт вступили, вот, да, но только дети играли в слова. Угу. Сейчас этот, как его, кто играет в слова? Сейчас всем выдали, по Айпаду, и все, и до свидания, нет слов, нет слов, вот, одни буквы остались, ну вот, а дети уже, сколько это было, тренировки этого дела, и это общение, потому что один за другого смотрит, он сейчас закончит на А, это была всегда сволочная позиция, да, 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 дать слово, чтобы оно на А закончилось, потому что нам категорически не хватает слов, ну вот, в таких играх, и другие, ну вот тоже пример игры, но здесь вот, она посложнее просто, да, здесь вы не просто, как бы, вы показываете, что во вашем внутреннем мире есть разное, другой способ прочтения смыслов, с которыми вы сталкиваетесь, и это открывает вам другого человека, сейчас люди друг с другом, им скучно, им скучно, да, а чего они про них знают? Да ничего, а понимаете, как вдруг окажется, что человек совершенно по-другому вообще видит, воспринимает и так далее, что он другие смыслы вынимает даже, из того, что вы видите, ну это же, вы сразу, вот, вот момент, когда мы действительно ощущаем неодиночество, неодиночество мы ощущаем, это уже другие люди, они нам, будучи близкими, там и так далее, но открываются совершенно, как бы, все время снова и снова стороны, вот оно в чем. К вопросу о игре в слова, мне кажется, у нас, вы сейчас вот говорили, мне так приятно, я думаю, ну надо же, прям зеркальные нейроны, вот это же вот прямо, ну про это речь, то есть, да, у нас же, ну как раз вот именно слова, те, про которые вы в обычной жизни не будете специально говорить и уточнять для кого, что это слово значит, потому что для нас же еще для всех все свое, свой мир целый, и собственно здесь мы постарались сделать так, чтобы у вас был повод и вот те самые обстоятельства, да, для того, чтобы уточнить, для того, чтобы заметить, для того, чтобы использовать все силы своих зеркальных нейронов и все-таки попытаться увидеть реакции, увидеть вот эти вот тонкости, даже в том числе и филологические тонкости в оттенках слов, и это очень классно, потому что вы помимо всего этого будете еще играть заодно, и вам нужно будет учесть не только реакции всех собравшихся за столом, а вам нужно будет учесть еще ход ваш и других участников, для того, чтобы вам совместно добраться до вершины всем вместе, я просто, мне кажется, так горжусь этой крутилкой, что мне хочется оврня все время говорить, ну это правда, это действительно создается совершенно другой эффект от того, что ты не просто играешь, да, а ты должен так распасовать, так сказать, ситуацию, для того, чтобы твой визави тоже двигался вперед. И сразу надо сказать, что тут даже два человека могут играть, это все собравшиеся могут быть, так сказать, в ограниченном объеме, а так можно и на шесть игроков. Да. Ну, у нас тут даже есть особенный вопрос по этому поводу, и я предлагаю перейти, наверное, к главной проблеме, это все-таки страхи, да, потому что даже если люди хотят общаться и хотят быть открытыми, и хотят построить доверительные отношения, часто очень останавливает страх, страх того, что меня засмеет, страх того, что я буду выглядеть как-то глупо и так далее, и в результате ресурсы тратятся совсем не на то, а на то, чтобы как я буду выглядеть, и как вот с этим быть? Потому что таких вопросов много. во-первых, есть, конечно, просто само по себе расстройство, да, и оно прямо в классификации написано, это социофобия, это люди, которые имеют вот такую патологическую неспособность выступать на публике, взаимодействовать с другими людьми, там, и так далее, ну, пара, разные есть формы, виды, там, и так далее, и в этом случае, конечно, нужно обращаться к психотерапевту, тут двух выборов нет. вот, но из-за того, что у нас общение перестало быть естественной практикой взаимодействия людей, то любое общение превращается сейчас в испытание, потому что нету привычки, нету такого формата, так сказать, общения и взаимодействия. Люди вот даже там встречаются, им вроде бы надо, там, я не знаю, оказались вместе в компании, и так далее, им надо обменяться какими-то репликами друг с другом, и тут может возникнуть это, ну, я не знаю человека, ну, что я буду с ним уже говорить, все, это уже, понимаете, начало, так сказать, социофобии, вот, и может, так сказать, плохо закончиться, вот, и вот для того, чтобы не доводить до состояния, когда вам нужен будет уже психиатр для помощи в коммуникации с другими людьми, значит, вот для этого и нужно осознать проблему, проблема не в страхе, если это не социофобия, вот, проблема в том, что вам не о чем, вы не умеете, вы не знаете как, понимаете, вот когда вы не знаете как, вы же чувствуете себя неловко, вы чувствуете себя, меня сейчас попросили фуете станцировать, я бы не ловко себя чувствую, вот, ну, честное слово, я бы и за, ну, как бы будет некомфортно, а если бы я был, этот, как его, какой-то фуетеист, так я бы, так сказать, на камеру бы выдался, такое дело, фуете, вот, это она делает, чух-чух, это че, это разгорелся на шутюх, вот, ну, я иронизирую, но это правда, значит, мы, любая деятельность, которая для нас непривычна, любая деятельность, которая предполагает изменение, ну, вот, нашего привычного способа существования, она неизбежна, это нарушение динамических стереотипов, нарушение динамических стереотипов, приводит к чувству тревоги, вот, и поэтому, значит, наша задача, просто понять, в чем проблема, проблема, там, в каком-то невротическом страхе, или, эта проблема в том, что, мы просто не знаем, как, а поскольку я не знаю, как, вот, мне и тревожно, и дальше, самое, это тревоги, мы очень любим своей, в поддавке с ней играть, вот, она, почему говорит, бегство, тревога, что такое, страх, беги, беги, страшно, ужас, вот, в этом весь, собственно говоря, смысл тревоги, вот, чтобы мы убежали, и, мы начинаем в поддавке играть, нам нужно что-то, ну, это вот, я не знаю, ну, не знаю, что делать, идешь в этот, ну, прыгать с бассейна, с этой, с мостика, страшно, да, потом, раз прыгнул, два прыгнул, потом, не, не, как говорят, за уши, не, это, с моста, не, не, не оттянуть, почему? Потому что, сначала, так, в чем была проблема? Проблема была в воде, в мостике, или в том, что привычки не было? Проблема была в том, что привычки не было. Появилась привычка, все, пошло, поехало, там, и так далее, так. Значит, когда у нас есть страх, вот это я продолжаю, это важная часть разговора, значит, когда есть страх, но я же не могу себе признаться, да я просто не умею общаться, я просто, ну, на самом деле, с меня надо что-то сказать, я два слова, и так далее. Ну, это сложно, поэтому мы давай себя оправдывать, оправдывать страх свой, мы говорим, а вот, если мы вдруг скажем глупость, то, и все засмеются, там, и, значит, всем будет, как-то они, господи, боже мой, дорогие друзья, сейчас все настолько друг к другу параллельны, вот, вдумайтесь, все живут в этом аутизме своем, они настолько, все, каждый в своем процессе, каждый в своем информационном потоке, в каждом своем жизненных этих задачах, где их постоянно вырывают, из одного в другое, в третье, все в этом находятся, и в целом, до нас, всем, это я говорю с сожалением, с сожалением, поливать, ну, что делать, ну, тогда, вы же тогда и вообще не рискуете ничем, ну, как бы, вы что-то сказали, ну, там, человек, сейчас вообще я боюсь, люди, таких элементарных вещей не понимают, вот, и их надо разъяснять, когда ты рассказываешь, что, ну, вы сказали, вас не поняли, ну, кто дурак, понимаете, еще вопрос, вот, ну, ну, и чего, мы боимся, но вы боитесь кого-то поставить в неловкое положение своим невероятным красноречием, ну, я понимаю, это очень интеллигентно, вот, боюсь только, что не это является причиной, вот, поэтому задача состоит в том, чтобы то, что для нас является проблемой, не бегать от этого, а наоборот, переходить на это, потому что, если вы не впрыгнете с того мостика, в этот раз, вы в следующий раз не прыгнете, и, и, а потом вообще воды будете начать бояться, понимаете, что я делаю, если мы хотим, чтобы у нас развитие происходило, мы должны в какой-то момент перебарывать этот свой страх, эту свою неловкость, там, и так далее, и надо помнить, зачем, я вот давал Соколовскому интервью, вот это, и он говорит, я с вами согласен, вы говорите, значит, что, если хочешь развиваться, то это всегда через проблему, я говорю, да, он говорит, ну, я вот так делаю, и весь устал, я говорю, а зачем ты это делал, вопрос важный, всегда надо понимать, зачем, и вот здесь, это вопрос уже, обнаружение внутреннего смысла, внутренний смысл состоит в вашей свободе, то, что вы можете общаться с любым человеком, что вы можете говорить на любую тему, что вы способны, как бы сказать, быть открытым, вовлеченным, это свобода, закрытость, это тюрьма, турма, понимаете, вот, и, а открытость, это нет, и, ну, всегда помните, что вы это делаете не для того, чтобы с кем-то поговорить, ну, как бы, да, это замечательно, я очень поддерживаю, но вы делаете это, потому что это вас освобождает, вы свободный человек, Шевероклава, страна мэра, это вот куда, не знаю, больно дышит человек, а у нас где вот дышит-то человек, в телефон, дышит телефон, ну, вот в чем свобода, вот что является главным смыслом общения, потому что мы живем в социальном мире, если мы закрыты от людей, мы где, мы в тюрьме, они ходят охранниками, и, и нам кажется, что они что-то про нас думают, что они как-то к нам особенным образом относятся, что у них, значит, вот они сейчас нас там будут, да гори оно огнем, свободу, дайте, дайте, свободу побугаем, ну, я в качестве побугая, ну, вот что нужно, и об этом ценности. Я вот хочу еще добавить, может быть, как раз для тех людей, про которые говорила в начале Полина, значит, есть такой замечательный социолог, политолог, Карл Дойч, вот, и он в свое время у, повзаимствовал, своровал, не знаю, как применил, у Норберта Виннера, это отец кибернетики, до искусственного интеллекта, концепт обратной связи, вот, не будем сейчас углубляться, смысл его очень прост, нужно давать реакцию не на ожидаемый результат, а на действительный, вот, и пока вы не начнете действовать, вы будете жить только в голове с ожидаемым результатом, а действий у вас не будет, что-то попробуйте, не получится, попробуйте что-то другое, ничего страшного в этом не случится, но если вы будете постоянно, постоянно внутри себя реагировать на тот результат, который вы ожидаете, то точно ничего не получится, ну, и тогда это бессмысленно просто-напросто. И мозг еще будет вам придумывать, что этот результат будет ужасным, и будет негативный прогноз, потому что вы же бегаете, вы себя защищаете от этого, объясняете себе, почему вам что-то нельзя делать, и постепенно все это превращается просто уже в паранойю. Да. И возвращаясь к номинации фильмом, да, мы же начинаем и замечать-то то, что мы номинировали, то есть мы как бы ждем плохого, получаем, называем его, и дальше уже за ним бежим, и везде его видим по большому счету. Язык – могучая вещь. Я вот еще могу один лайфхак, что-то я сегодня за них начал отвечать, не знаю почему. Если вы, такая проблема действительно существует, есть люди, которые боятся, что им будут задавать вопросы на неудобные темы. Какие темы действительно существуют, они существуют у каждого человека, это может быть личная жизнь, я не знаю, там деньги, профессии и так далее. Вы возьмите прям и напишите себе ответы на эти вопросы. Вы сами знаете, какие у вас вопросы болезненные, может быть, для вас. Напишите, ну, подготовьте заранее, и вам тогда будет дальше проще уже разговаривать, если вдруг вас будут ставить в общении в неловком положении. Если вот молодой девушке спрашивают, а что ты еще не замуж? Да, да. Вот вы все возьмите, напишите. Не твое. Все, молчу. А когда первого, а когда второго? Вот это вот все. Да, это очень милый вопрос. Ну, я предлагаю двигаться дальше. У нас уже не так много осталось времени. И давайте, наверное, поговорим о том, что у нас есть, конечно, наше красноречие, и важно делать первые шаги и начинать говорить, начинать первому и говорить красиво много и разными словами. Но есть еще же другая сторона вопроса. Вот я одно время общалась с некоторым количеством людей, и получала наиболее благоприятную обратную связь в тех ситуациях, когда я исключительно молчала и задавала вопросы. Вот. Это же... Вы принимали на работу? Ну, нет. Но все говорили, что я просто самый лучший собеседник. Вот просто вот тишина и да, да. Ну, я действительно, как бы, вовлеченый человек. Это я к чему говорю. К тому, что есть еще один аспект между говорящим, есть еще слушающий. Да. И слушать тоже, как будто бы надо уметь. Да. Значит, вот... Это можно прямо... Мы же записываем все, да? Мы там записали про открытость, закрытость. Значит, первое, это, конечно, нужно уметь говорить, чтобы вам было что сказать. Вот можно использовать, как Павел предлагает, шпаргалки на сложные темы, а на все остальные тренироваться. Значит, второй аспект, это действительно слушание. Люди вообще сейчас, они сами с собой, даже в общении, вот они разговаривают, и ощущение, что они сами с собой разговаривают. Вот в чем, как бы, психотерапевтический, психологический навык? Мы учим, учим людей, которые учатся психологии, почему? Потому правильному слушанию. То есть это задавание вопросов, которые помогают вашему собеседнику развивать свой рассказ. Потому что, вот, вы, может, даже не знаете, что сказать, то если вас спросить, вы что-то скажете, потом можно уточнить, и вы еще что-то скажете. Но для того, чтобы задавать правильные наводящие вопросы, да, вы можете действительно молчать и производить, ну, как бы, в процентном соотношении можете говорить не так много. Но, значит, если вы задаете наводящие вопросы, которые дают понимание вашему собеседнику, что вы понимаете, о чем он говорит, он получает удовольствие от того, что он может с вами чем-то поделиться. И вот создание этой ситуации удовольствия для другого человека раскрывать себя перед вами, оно дает вам возможность чувствовать себя, во-первых, нужными, во-вторых, ценными, и у вас создается конструкция, при которой вам не нужно защищаться. Вот мы начинали с открытости, и мы про нее и говорим. Потому что открытость, это вы не можете быть просто открытыми с одной стороны. Это открытая вот стена, открытая или нет. Открытая вот стена. Надо, чтобы две были какие-то, дверь вот, она открытая или закрытая, понимаете. Со стеной вот так не сыграешь в эту въезду. Поэтому открытость должна быть взаимной. Но вы должны создать атмосферу, ситуацию, общение, при которой человек захочет вам рассказывать. А то иногда человек тебя спросит что-то, ты ему говоришь, он говорит, а, ну, понятно. Ну, господи, после этого вам что собеседник еще скажет? Да ничего он не скажет. А если вы скажете, да ладно, и что там дальше происходило? А как это случилось? А откуда ты? А он что? А она что? А откуда? И все. И понимаете, человек начинает рассказывать. Люди переживают с детьми, вот что дети с ним не разговаривают. Ну, только деньги просят и компьютеры. Да, что еще дети хотят? Вот. Жалуются на детей, что они не разговаривают, да? Но это же вопрос, как разговаривать с ребенком, который еще не знает, как сформулировать, что с ним происходит. Ну, это история, которую можно тренироваться, и у вас будет человек с вами общаться, ребенок. Вот это, вот в чем суть. Создать обстоятельства, при которых другому человеку будет, он будет получать удовольствие от того, что он там что-то рассказывает. Друзья, мы создали эти обстоятельства. Это минутка рекламной паузы, точно здесь она пригодится. Мы создали замечательную игру. Игру ее можно назвать условно, но в ней есть правило, это самое главное, поэтому мы ее называем игрой. Называется она интервью. Сейчас, в ближайшее время, она будет доступна у нас в электронном виде, на нашем сайте. Ссылки вы все получите сейчас в чате. И что она себя будет представлять. Она, по сути, представляет набор вопросов, очень большой набор вопросов, который затрагивает абсолютно все сферы жизни. Поделены... Можно выбирать. Да, можно выбирать, точно. Поделено это все на три больших класса стратегий. Это отношения с собой, отношения с миром и отношения с другими людьми. Вот сегодня у нас стала доступна версия отношения с собой, и там внутри семь тем, на которые вы можете поговорить со своим человеком, которого вы знаете, либо которого вы не знаете. Вот это обстоятельство может быть, чтобы и начать говорить, но даже если вы умеете общаться с другим человеком, поверьте, там есть вопросы, которые вы просто не будете задумываться о том, что их можно задать другому человеку. Они простроены, эти вопросы последовательно, все в правилах объяснено, понятно, и более того, почему мы говорим, что мы создали эти обстоятельства, Потому что там есть правила как для того, кто интервьюирует, так и для интервьера. А, наоборот. Для других участников интервью. Есть определенные правила. Вас точно будут слушать, вам дадут рассказать, а тот, кто задает вопросы, тому точно будет интересно. Переходите сейчас по ссылочке, посмотрите, ну или после эфира и наслаждайтесь. Идея состоит в том, что сложно действительно оказаться в ситуации, при которой вы можете что-то пообсуждать. Ну, потому что надо как-то это. А когда вы играете в игру, это же вообще ни к чему не обязывает. Это абсолютно такая комфортная, естественная. Можно в дурака играть, конечно. Или там еще в какие-нибудь игры карточные, понимаете. Но люди зачем это делают вместе? Проферанс там, вот они что-то играют. Какую-то коммуникацию. Но, то есть у нас есть право предложить во что-то поиграть. И в этом, собственно говоря, весь фокус. Что вы оказываетесь в ситуации общения и взаимодействия, хотя с подготовленным сценарием. То есть, никто не может, так сказать, упасть, ударить грязью, лицом в грязь. Если я уже столько говорил, что у меня все отвагится с кожи. Да. Ударить лицом в грязь никто не может. И это очень такая, как бы, естественная, ненапряженная история, при которой вы действительно можете друг друга лучше узнать, лучше почувствовать, лучше понять и создать атмосферу как раз открытости со своими близкими. или просто вот вы в какой-то компании хотите, так сказать, создать атмосферу более комфортную для всех участников. И, пожалуйста, такой инструмент. И это к тому же все-таки вот первый шаг для тех, о кого мы говорили, кто стесняется, боится, как-то чувствует какую-то неловкость. Тут по большому счету, вот как вы и сказали, да, условно можно переложить часть ответственности на игру. Да. И условно это как бы не я говорю, а как бы вот я просто предлагаю. То есть нужно сделать маленький шажочек, но прыгнуть в бассейн не с мостика, а с бортика. Но как будто бы дальше это окупится с торицей, конечно, потому что это, мне кажется, наша любимая игра и у нас есть огромное количество людей, друзей, на самом деле, и близких, на которых мы тренировались и таких отзывов, наверное, мы еще ни на одну игру не получали, потому что действительно это какой-то другой уровень совершенно получился другой уровень общения, другой уровень доверия. И у меня отдельная просьба к людям, которые вдруг решат сейчас ее купить, пожалуйста, во-первых, читайте правила, которые там написаны, и постарайтесь им следовать в процессе игры, потому что это важно, они написаны не просто так, потому что надо было написать правила, чтобы назвать это игрой, не поэтому. Мы действительно очень хотели, чтобы у вас получилось создать ту атмосферу, которая была заложена при проведении этой игры, и, конечно, несмотря на то, что вы будете играть, держа в руках смартфон, отдельная просьба отключить полностью все уведомления и все любые всплывающие сообщения, напоминания и так далее, потому что это, конечно, важный момент при создании доверия, которое мы очень хотим создать. Вот, и я к доверию перейду и задам заключительный на сегодня уже вопрос, и это, собственно, вопрос нашего сегодняшнего победителя. Это Светлана, и она спрашивает, чтобы открыться людям, нужно им довериться. Как поднять уровень своего доверия в социуме? Какие факторы влияют на доверие человека и, следовательно, открытость? Что еще важно, помимо доверия, открытости, в легкости общения с людьми? Спасибо. Ну, прежде всего, это ничего не бояться. Значит, потому что страх считывается на невербальном уровне. Если человек боится, если он чувствует себя неловко, то вы не способны совершенно... Ну, то есть, если я психотерапевт, обычно, когда человек приходит на прием, он что делает-то? Он боится. Поэтому меня так сильно этим не смутишь. Но то, что касается наших собеседников, они же могут даже не понимать, что они имеют дело с человеком, который тревожится. Они могут решить, что это... Про них плохо думают. Они могут решить, что это, как бы, проявление какой-то агрессии или еще чего-нибудь. Часто бывает человек говорит, ой, я не буду снимать все, он такой воскомерный. Он не воскомерный, он в ужасе просто. Он нос задрал, чтобы никого не видеть, понимаете? И в ужасе ходит. Поэтому самое главное это понять, что нам не надо ничего бояться. Значит, есть области, где мы можем себя, как бы, сказать, кого мы туда пропускаем, кого не пускаем. Но вы же сами определяете это. Вы сами определяете, на какую глубину, что называется, вы можете пустить другого человека в свою жизнь, в общение и так далее. Но на каждом из уровней вы всегда можете создать очень комфортные обстоятельства общения, игры, взаимодействия и так далее. И вот мне кажется, что вот это понимание, что открытость, это не надо, что вот просто некоторые, я говорю, будьте искренними. И все говорят, ну, что я тебе все буду рассказывать? Так нет, вы же на определенном уровне, вы искренними. И это ваше общение, это уровень вашего общения, такая глубина общения, такой круг донбара. На самом деле, для того, чтобы человек попал во внутренний круг, вот я вам говорил про 15 человек, вот этого доверия, круга доверия, на который наш мозг рассчитан, чтобы человек туда попал, вы должны с ним вместе проговорить более 200 часов. 200, 200 часов разговаривать с человеком. Мы просто одинокие до ужаса, понимаете, потому что откуда вы эти 200 часов, где вы с людьми наговорите, понимаете, и даже если вы искренне, понимаете, там до вас еще добраться, ну как бы еще эту лукавицу еще чистите, чистите, столько слез зайдет, все невозможно. Поэтому, конечно, очень важно прежде всего просто понять, что если вы что-то боитесь, ну вы идите уловку, как вы преодолеете это. Ну вот там, ну мы предлагаем игру такую, да, Паша рассказал про игру, которую можно использовать просто в этом, как вы открываете красную таблетку, это не реклама, читаете фразу из шести слов, находите предложение и передаете друг другу смысл. Ну как бы и это же весело, это и в этом есть и доброта, и в этом есть участие, и в этом есть уже коммуникация, и мы из своего одиночества оказываемся вытолкнуты и у нас есть ощущение радости от того, что мы живем. Жизнь-то она это не то, что мы куда-то бежим, какие-то задачи решаем и так далее, они сами по себе ничего не стоят, все это чушь, вы лев и все корит, ничего с собой в могилу не заберешь, но радость от общения, от взаимодействия, понимаете, открытость ради открытости ерунда, доверие ради доверия ерунда, важно, это как вы себя чувствуете, и вот это чувство надо искать, из-за него надо бороться, потому что если не будете бороться, окружающий мир сомнет просто, сомнет, так как бумага, и выбросит в мусорку, вот, а это наша жизнь, и нам ее как бы, потом же мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а цель в чем была? через коммунизм построить, то есть еще что-то, какая цель была? Цель была прожить эти годы, а это возникает, когда у вас есть этот внутренний драйв от общения и взаимодействия с другими людьми. Я, кажется, суть этой инвестинины очень, очень, очень весомо получается и на протяжении уже многих лет это происходит, слава Богу. Вот, Светлана, надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос, вы обязательно напишите нам в чат и мы сами вам ответим, игра ваша, мы вам ее отправим, а все остальные переходите и покупайте игру Зеркальные нейроны. 2-6 человек, 40 минут партия примерно, 5 различных игровых механиков и все вместе будете решать одну задачу весело, легко и со смыслом, самое главное. Самые разные задания, и это действительно от каждого уровня к уровню переходишь и совершенно разные ощущения, вроде бы сначала одно, потом по другому, потом по третьему и возникает внутренний интерес дойти игру до конца и это, мне кажется, самое важное в игре, когда не выяснить, кто дурак, ну вот в этих, как в дураках, когда играют, а дойти до конца, но при этом нету проигравших. Это очень круто. Игорь Негода, Продолжение следует...